Начинать Новый год фестивалем «Первые шаги в науку» уже традиция сочинского образования. Эта конференция призвана выявлять самых способных и одаренных школьников, чтобы в дальнейшем оказывать им поддержку во всех начинаниях, отмечает бессменный председатель жюри фестиваля. «Первые шаги в науку» – это в перспективе, возможно, первая публикация. Те замечания, которые выдадут члены жюри, члены комиссии, я думаю, вас обогатят. И вы сможете уже на следующий год выступить с развернутыми докладами на будущей уже 17-й конференции. Сразу после официального открытия ребята приступили к работе в 32-х предметных секциях. Проекты они презентовали как в области научно-технического, так и художественного творчества. Сегодняшние школьники сами изготавливают пуговицы, рассказывают, что в их понимании любовь, делятся исследованиями в арт-терапии, создают развивающие компьютерные игры. Многие детские исследования носят прикладной характер. Например, второклассница Вероника решила представить на суд экспертной комиссии результат своего нового увлечения. Кукол под брендом «Тильда» она начала шить год назад, в 7 лет. На сегодняшний день Вероника смастерила 12 вещиц в так называемом примитивно-тряпичном стиле по выкройкам норвежской художницы Тони Финненгер. Игрушки «Тильда» невероятно популярны в Европе. Вероника мечтает, что о существовании такого творчества узнали все ее сочинские ровесницы. В первую куклу было очень сложно шить. Я исколола себе все пальцы иголкой. Для волос можно пряжу всякую разную, можно рисовать волосы, а можно и сделать из шерсти. А так нужно просто навыки шитья. Я хочу место занять, но это все, наверное, хотят. Ну и все узнают тогда все равно о моем творчестве. А вот ученик третьего класса Костя Кантеладзе защищал научно-исследовательскую работу, в которой описал свой способ приготовления акварельных красок в домашних условиях. Он уже не раз проводил мастер-классы для одноклассников и делился с ними идеями получения десятка цветов и оттенков из бузины, можжевельника и моркови. Оценивают детские работы лучшие педагоги, преподаватели вузов и ученые города Сочи. В этом году мы столкнулись с проблемой. Нам надо было отобрать 300 работ всего. Это было сделать достаточно сложно, потому что каждый хотел участвовать. Пользуются популярностью направления исторические, естественно, научные. В ближайшее время мы вводим техническое направление. У нас есть уже некоторые технические направления, но конкретно по робототехнике тоже будут работы. Учеными ребята могут и не стать, но правильно выражать свои мысли и презентовать свои идеи научатся точно, считают организаторы. А это немаловажно во взрослой жизни. После же закрытия научно-практической конференции обо всех исследованиях рационализаторов в школьных изданиях напишут юные корреспонденты городского молодежного пресс-центра «Теострая Сорока». Ольга Десятого, Инга Габешева, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.